Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Немножко похолодало в Беларуси сегодня. Лето такое неустойчивое, конечно, град кое-где выпал. Но мы не отчаиваемся. Вот настало время поговорить о томатах открытого грунта. Покажу вам, что у меня выросло, какое и что понравилось, а что нет. Начну вот с этого невероятного красавца, который называется Сиксти, гибрид первого поколения от фирмы Семку. Нагруженность колоссальная. Помидорки все одинакового размера, как с фабрики. Уже начали, видите, созревать потихоньку. Растение компактное, плотное. Кисти не ломаются. Хорошие, крепкие, вполне пристойный вот такой вот гибридик. В общем, очень рекомендую. Крайне устойчив к неблагоприятным факторам окружающей среды. И жару перенес, и холод перенес, и засуху перенес. Все очень хорошо перенес. Но надо вообще сказать, что открытый грунт в этом году, в 2019 году радует. Листьев уже на них мало, на этих растениях. Мы их открыли солнцу для того, чтобы они как можно быстрее созревали. Потому что начало августа крайне неустойчиво у нас. А надо торопиться, чтобы здесь не пришли туманы, холода и фитофтора. Обрабатывать какими-то препаратами их не хочется. Получали они только сенную палочку в качестве защиты от различных болезней. Ну а в землю при посадке вносилась триходерма. Следующий гибрид первого поколения для открытого грунта, детерминатный, это чибли F1 из Голландии. Голландские семена чибли. Весьма приятный сорт. Не так хорошо нагружен, как сихсти от семка. Но тоже вполне себе пристойный. Сами помидорки вот такой вот формы, немножко более удлиненной. Кстати говоря, и сихсти, и чибли уже к этому времени готовы к потреблению. Ну там отдельные томатики, а этот немножко пораньше. Видите, нижняя кисть уже полностью готова к сбору. И довольно вкусные, кисловатые они все. И тот, и другой немножко. Но это характерно для сортов открытого грунта. Такой сладости, как в защищенном грунте, в теплице от них ждать не приходится. Посмотрите, первая, вторая, третья, четвертая кисти вполне хорошо нагружены. И даже вот здесь вот и пятая кисть тоже будет. Конечно, еще раз повторюсь, уже листики, листочки отдельные надо убирать в это время. Потому что, ну вот эти сейчас кисти соберутся, а вот это вот, чтобы все дозрело на кусте, здесь надо дать солнцу, волю, для того, чтобы, конечно, эти томатики не попали под фитофтору, и потом не пришлось их в ускоренном режиме закатывать, резать на какие-то салаты и так далее. Следующий сорт, уже линейного типа, это Андрашек. По крайней мере, на пакете он не был обозначен как гибрид первого поколения. У Андрашека довольно мелкие плоды. Это польский сорт. И нагрузка, конечно, колоссальная. Это очень детерминатный, то есть, очень низкий такой сорт. И нагрузка очень большая, очень красивый, очень устойчивый. Он по скороспелости примерно такой же, как чибли. И, в общем, уже готов к съему вот это вот бурое, бурые вот эти томатики. Они, конечно, все дозарятся. Но пока еще, видите, солнышко проглядывает, подсушивает землю, листву. Поэтому есть надежда, что фитофтора сюда прям вот так вот сразу не придет. Следующий сорт гибридного типа, F1, это императорская слабость от F1. Не знаю, что за название такое императорская слабость. Я еще понимаю императорская сила. Вот, как-то мне императорская слабость названия не нравится. Но не будем концентрироваться на названии. Нагруженность кистей тоже очень хорошая. В отличие от Сиксти, от Семка, вот у этого гибрида от Партнера, немножко не выровненные по размеру плоды в кисти. То есть, первый плод он крупный, а остальные помельче, даже в два раза мельче могут быть. Но, ну, не сильно это меня расстраивает. Я же не на рынок потащу это все. Все пойдет в салат, все пойдет в еду. Немножко покатаем их. Поэтому ничего страшного в этом нету. Тоже весьма достойный гибрид и хорошо себя очень показал в этом году. В непростом году для томата. Было все-таки и в июне жарило, сушило, и в июле холодило, сейчас дожди. Но вот при всем том держится. Следующий сорт это розовый мед от Сибирский сад. Как F1 на пакете он не был обозначен. Ну, можно, конечно, почитать еще литературку. Это крупный, очень крупноплодный томат. Супер, гипер крупноплодный. Я же не знаю, сколько он весит. Вот этот не томат, даже а томатище самый настоящий. Вот с таким вот заостренным они хвостиком. Они как кончиком плода. Они как бычье сердце. Вот такого вот типа. По несколько штук на кисти крупных. Большим достоинством его является то, что все-таки здесь, видите, два плода на кисти. Ну, конечно, по весу это колоссально. Просто здесь я даже уже не знаю, сколько еще же нальется. Ну, больше 700 грамм, до 800 грамм на оба томата. Даже больше. Нету вот такого, что тут мелкие плодики все. А эти вот есть крупные, образуются крупные. И мелких нету в принципе. Вот этих недорослей. Уже и созрел один плод. Уже мы один съели. Очень вкусный, салатный. Все достоинства салатных сортов у него проявились. Немножечко трескается вот он здесь. Ну, ничего страшного. Они не для лёжки, а не для съедания. Так что, в общем, тоже весьма достойно. Если кто-то увлекается крупноплодными сортами, то, так сказать, устойчиво рекомендую его. Вот даже, смотрите, даже вот здесь вот на более верхней кисти и то тоже образовался этот плод. Ну, конечно, требует кормления, кормления, кормления. Чем лучше вы будете кормить, тем больше и качественнее будут эти плоды. Следующий сорт, на который хочу обратить ваше внимание, это уникум от Семко. Вот такие вот у него гроздья плодов. Это, конечно, ну, не совсем черри. Почему-то обозначают его как черри. Но какой же это черри? Во, вон он какой. Вполне такой томатик. Длинненькая сливка такая. Вполне достойный. Довольно крупный. Ну, относительно черри, конечно. Уже нижняя кисть наполовину созрела, что мне, в общем-то, нравится. Здесь уже сбор плодов был. Мы несколько плодов собрали, попробовали. Средний по вкусу. Не могу сказать, что отличается какой-то сверх сладостью. Ну, вполне достойный томат. Видите, здесь немножко у него характерный признак есть. Вот такой вот. Давайте обращу ваше внимание. Вот смотрите, это такие плечики, да, зеленое пятно у плодоножки. Это ничего страшного. Это сортовой признак. Это не признак голодания, не что-то еще такое. Он по мере созревания плодов может проходить, может оставаться этот признак. Ну, многие боятся, что это калевое голодание. Напротив, калевое голодание проявляется вот с этой вот стороны. Скорее, вот с обратной стороны в виде каких-то неравномерных, ну, таких гораздо более ярких, чем вот эта вот пигментация пятен. Здесь калевого голодания у меня нету. Не могу даже вам показать на плодах. Но, может быть, отыщу где-то в экспериментальных посадках в контейнерах. Там, может быть, что-то будет. В общем, хороший, достойный сорт, крепенький. И полежит он еще, дозарится и хранится будет. Рекомендую. Необычная форма плода вполне привлекает. Томат Бокеле F1. Мне кажется, что здесь что-то есть французское, Бокеле. Поэтому на последний слог ударения сделаю. Хороший, крупный, красивый томат. Такой розоватый. Уже, видите, кое-что созрело даже. И мы тоже попробовали. Вкус средний. Нет восторга от запаха, от сладости, например. Ну, достойный, хороший, достойный, средний томат. Без излишней кислоты, без излишней какой-то сладости. Хороший стандартный томат. Очень товарные плоды, конечно, выровненные, красивые, неприхотливый сорт. Посмотрите, всего ему тут хватило. Никаких признаков голодания, ничего здесь нет. Кисти, видите, мы открыли уже верхние. Для того, чтобы они попали под солнышко и уже, как следует, созревали. Хороший сорт. Это сорт тоже от Семку. Вполне достойный. Это сорт гибридного типа пламя F1 от партнера. Откровенно говоря, вызвал у меня восторг не меньше, чем андрашек. Почему? Потому что, конечно, очень выровненные плоды. Длинненькие плоды. Здесь хвостик, вот такой кончик выпуклый, не вдавленный, как у некоторых сортов такого длинного типа. Созревание идет относительно равномерное. Он оранжевого цвета. Очень красивый. Очень вкусный. Некоторые почему-то негативно относятся к семенам этой фирмы партнер. Может быть, излишнюю рекламу они где-то кому-то заказывают, слишком агрессивную. Может быть, где-то переоценивают эти сорта, экзальтируют по поводу восторгов там, где, может быть, стоило и более объективно к этому относиться. Не знаю. Я просто оцениваю не фирму, я оцениваю исключительно сорт. И сорт мне действительно нравится. Нагружен он очень и очень. Десяток таких растений обеспечат вас томатами выше крыши, просто выше крыши. Поэтому вполне можно сажать. Тоже ни болезней, ни каких-то повреждений, ни вершинок, ничего абсолютно здесь не было замечено. Весьма-весьма адаптивный сорт. Сорт гибридного типа черный кот от Сибирский сад. Ну, как-то от Сибирского сада мне попались в основном крупноплодные сорта. Немножечко, видите, они тоже склонны к растрескиванию. Ну, дожди идут, деваться некуда. Их же дожди эти не отменишь. Какие-то танцы с бубнами по укрытию не хочется устраивать. Но кисти превосходные. Раз, два, три, четыре, пять плодов на кисти. Здесь вот раз, два, три, четыре, пять. Тоже очень хорошо. И вот он уже начал созревать. Вот такое у него зеленые сполохи здесь сверху. Они могут пропадать, могут желтеть по мере созревания. Это сортовой признак. Видите, вот вы их, когда сортовой, вы его сразу узнаете, что на зеленых плодах, вот он более темно-зеленый. Это не голодание. Не бойтесь этого совершенно. Ну, насколько он черный, я бы не сказал, что он черный. Скорее, это маркетинговая уловка, что он черный. Ну, да, есть немножко буроватый оттенок. Но черные томаты, это все-таки совсем нечто иное. При всем том, достойный вполне сорт. И тоже его рекомендую. Удался он в этом году, ничего не скажешь. И последний в этом выпуске сорт лакомка от Аэлиты. Наверное, подразумевалось, что он должен быть очень вкусным, очень сладким. Но, откровенно говоря, среди всего набора сортов, которые здесь в открытом грунте был у меня в этом году, это, пожалуй, наибольшее разочарование. Плоды не выровнены ни на кисти, ни на растении. Растения слабые, довольно хилые, склонны к сильному растрескиванию плодов. Ну, попробовали мы плодик один. Не могу сказать, вот первый буквально, который был в наибольшей стадии созревания. Не могу сказать, что какие-то у меня восторги по поводу его вкуса. Помидор и помидор в салат со сметаной нормально. Хотя бывают такие помидоры, что ешь и не можешь оторваться. Такие сладкие, ароматные, вкусные вообще. Ну, этот обычный. Завязываемость у него, вон, смотрите, сколько урожая потеряно. Не понятно почему, то ли жара, то ли не жара. Ну, не понятно почему, ведь он же не крупноплодный, чтобы, например, вот абортировать вот эти завязи из-за того, что уже несколько крупных образовалось. Не понравился мне этот сорт. Не знаю, буду ли я его еще когда-либо пробовать. Может быть, у вас есть какие-то свои мнения по этому поводу, пожалуйста, делитесь. Буду очень рад услышать. Уверен, что наши зрители тоже будут рады. Вот такой вот у меня получился в результате натюрморт помидорный. Мне кажется, что очень аппетитный. Здесь и рукола, и базилик, и сельдерей, петрушка, укроп. Все, что надо для вкусного помидорного салата. На фоне моих сред для культивирования бактерий, флаконов, чашек, соорудил вот такую красоту. Мне нравится. Будем лопать салат вечером. Что ж, на этом я заканчиваю этот небольшой выпуск о томатах открытого грунта. Не забывайте подкармливать их янтарной кислотой, особенно если холодно или жарко, или какие-то неблагоприятные факторы. И будете с урожаем. Всего хорошего!